Всем привет! Сегодня мы продолжаем новогоднюю тематику и будем готовить очень вкусные рождественские имбирные печеньки. Очень вкусные. Очень вкусные и привкусные. Давай перечислим все ингредиенты, которые нам понадобятся, потому что их довольно-таки много. 110 грамм сахара. Мы взяли тростниковый. Да, можно взять обычный. Но это слаще. Мука. Здесь ее у нас 200 грамм. 200 грамм муки. Сливочное масло. 100 грамм. Одно яйцо. Чайная ложка разрыхлителя либо соды. Мед. Корица и имбирь. Молотый, да? Да, молотый. И, естественно, нам понадобятся формочки для печеньюшек. Чтобы выдавливать их из теста. Да, нам понадобится 3 чайные ложки меда и их нужно разогреть на водяной бане. Ну все, пошли делать. Давай. Лобшик мы набрали немного воды. Поставили сверху тарелку. И сейчас туда добавим мед. Добавляем 3 ложки. И ждем пока оно подогреется на водной бане. Помешиваем. Теперь в такой вот глубоком миске нам нужно миксером смешать сливочное масло и сахар. Отлично. С ними верьте. Давай. Я на средней скорости буду потихоньку перемешивать. Я буду всыпать сахар, да? Да, вот сахар и добавляй сахар. Перед тем, как готовить печенье, я заранее достала масло с холодильника, чтобы оно стало таким вот мягким. Благодаря тому, что он мягкий, его будет легко вот сейчас взбить. Перемешать. Теперь нам нужно смешать все сыпучие ингредиенты. Добавляем разрыхлитель. Теперь нам нужно добавить 3 чайные ложки корицы. Так, добавляем одну и вторую. Добавляем имбирь. Одну и вторую ложку имбиря. Можно просто все тщательно перемешать. Ну что, теперь вернемся к тесту. Сейчас нам нужно добавить одно яйцо. Затем добавляем щепотку соли. И теперь добавляем сюда мед. И хорошо теперь все взбиваем на средней скорости миксера. Так, теперь нам нужно добавлять. Да, теперь я буду взбивать, а ты постепенно будешь добавлять все наши вот сыпучие продукты. То, что мы смешали муку и все специи. Так, ну что, я взбиваю, а ты добавляй, просеивай. Лучше всего просеять, чтобы не попалось комочков. И обогребить кислородом. Как пахнет! Обалденно! Так, подожди, я немножко все смешаю. О, видишь, уже начинает. Имбирь это же то, что едят суши, да? Вместе. Да, только то, что я раньше помню, помнишь, чай себе заварил? Да, имбирный чай. Помнишь? Так, давай. Уже, ну у нас тесто, я так понимаю, немного получится. Тоже не забывай, что мы его будем раскатывать, и получится много печенек. Давай. Ваня тут чихать начнет. Ну почти, надо побыстрее включить. А то она, смотри, все намотала на эту. Во. Видишь, сейчас ты стала все разбрасывать. В всей квартире. Все, мне кажется, с миксером здесь можно распрощаться. Ну положи, там еще чуть-чуть оставлю. Ну сейчас, ручками. Ручками? Да. Так, все. Все остальное будем делать руками. Прям как снег. Или перхом. Так, только это нужно очень-очень быстро сделать, потому что... Там масло. Масло, да. Так, а ты давай знаешь, что сделай? Приготовь кусок пищевой пленки. Я сейчас быстренько это вымешу. Сюда, сюда? Да. Сюда, на это? Да. Что нам нужно сейчас тесто убрать в холодильник, чтобы масло застыло. Видите, тесто прилипает к рукам, это нормально. Сейчас мы аккуратненько. Так, Зая, быстрей, быстрей, быстрей. Помоги. Чуть-чуть можешь? Да, можешь. Давай. Так, распрями. Опа. Петушок, у нас готов. Петушок. Заматываем. И если у вас нет... В холодильниках? Нет. Лишнего два часа или полтора, то можно убрать тесто в морозилку. Убираем в морозилку. Но не переморозить. Не переморозить. Чисто, чтобы оно вот затвердело, да, и все. У нас времени лишнего нет, поэтому... А так вообще убирается на два где-то часа, на полтора часа в холодильник. Вот. Ну что, будем теперь все пока помоем? Пока все мерзнет, можно играть в пластейш. Нет. Будем мыть посуду. А то так и светает. Ну что, мы уже подготовили стол. Насыпали муки. А так же взяли скалку и тоже ее вот так вот смазали мукой. Ну что, доставай тесто наше. Тесто, кстати, я разделила на две части, чтобы пока мы одну часть будем делать, вторая, чтобы не растаяла. Так. Тут тоже очень быстро и оперативненько нужно все делать. Так, что масло... Ну что, сначала руками? Да. Надо смять. Пискнуть. Давай тебе половину. Бери. Вот тебе. У нас будут две лепешки. Руками, а потом... Так, я беру... Я хочу человечка сделать. А ты что будешь делать? А я, наверное, сделаю елочку. Я делаю елочку. Я люблю. Кстати, пока мы вот сейчас вырезаем печенье, мы уже поставили в духовку разогреваться на 180-170 градусов. Когда у нас печенье вот готово, уже можно будет их сразу же ставить в духовку. Так. Быстро, да, оно в морозилке? Да, очень быстро. Все, агератый, 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 агератый. Агератый, 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 агератый. Я делаю елочку. Я делаю елочку. Я делаю елочку. Я еще... Едно снежинки нет в моем. Всполнение. Угу. Угу. Опа. Так, ну, дождем. Держи. Убираем в духовку. Самое главное, не забыть их. Печеньки у нас выпекались 6 минут. Когда вы их достанете, не трогайте их, а то они у вас сломаются. То есть обязательно нужно им дать время остыть. Да, чтобы, ну, когда они остывают, они твердеют. Твердевают, да. Да, и не ломаются. Вот. Сейчас приступим к самой такой, ну, по крайней мере, моей любимой части. Мы будем украшать. Украшать. Украшаем здесь белый, молочный, черный. Будем украшать ими. Также воспользуемся вот такими вот лакосилетами, по-моему, да. Такие маленькие. Я думаю их использовать как глазки для этих, для человечков. И у нас есть еще вот такие вот украшения. Здесь звездочки и конфетти. Вот. Ну, посмотрим, понадобится нам или нет. Ну, сейчас начнем говорить. Тут, походу, все поймем. Да. Это что такое? Это ангелочек. Такое ощущение, как будто это человечек, только без головы. То есть плюс тут. Ладненько. Ну что, давай приступим. Есть у тебя уже какие-нибудь идеи? С чего ты начнешь? Я начну с елочки. С елочки? А я начну со снежинки. Я ее съем. Все, да. Это что-то, да. В чем-то, да. Что-то, да. В чем-то, да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok